Девушки отдыхают 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 популярности таких религий врачей, как «Манс Дэнс», «Клитон Баун» и «Диспленец». Те же читатели в 1954-м назвали его лучшим газом вокалистом. Бейкер любил выступать в Европе, там у него было много поклонников, а во всяком случае, не меньше, а то и больше, чем Соединенные Штаты. Поэтому неудрено, что он скоро, фактически, туда переехал. А самое теплое отношение сложилось у него с Италией, где в 1959 году прошли знаменитые и нюанские сессии, в дальнейшем оркестре. До 1959-го все в его карьере и личной жизни развивалось по нарастающей. Многие порочили ему великое будущее, которое, кажется, само шок за муфлоти. Еще в 1957 году Бейкер попал в героиню. Но два года смогли только успешно раскрывать, а также контролировать зависимость. После, само собой, очень серьезных проблем. Лучше традиция в Чарли Паркер, а он и даже Паркер закладывал свою трубу в ламбар, чтобы воскресить надрозу, а после выкупал ее обратно, чтобы отрегать концерты. Бейкера несколько раз депортировали из Великобритании и Германии за покупку наркотиков. Однажды он даже отсидел небольшой сок итальянской тюрьмы. В 1964 году, когда он окончанием вернулся из Великобритании в США, то узнав, что за пять лет его слава растаяла, в чарках, правда, забрал музыку, а его же дали лишнюю штрафы и оресты за подделку врача-будрецептов. В августе 1966 года, когда Бейкер очень в первый раз пытался купить наркотики, на него напали из ротов его лицо и выбив несколько пах перед ним зубов, что для Трубача и вокалиста было равносильно к концу. Человек впал в новую депрессию, но он едва не забыл себе передавировку. Через какое-то время он здесь уже пошел в себе силы, продолжил жить и говорить. По этой курсу лечения он на время вновь получил контроль над своей жизнью. Часто это были месяцы, порой недели, а иногда только дни. На деле Бейкер близких и друзей, так как Бейкер практически не работал в тот период, он заказал дорогие протезы. С ними ему практически заново пришлось учиться и реально Трубе и даже петь. К несчастью, ему больше не удалось повторить то чистое, практически прозрачное озвучение собственной друбы. Друб получался более резким, иногда даже с каким-то надрывом и более вкратченным. Так же, пусть незначительно, но все же пострадала ему дикция, что за длиной он касалась Макара. Лично, на мой взгляд, это еще и счетом, это в некотором смысле напротив, внесло ему музыку в какие-то новые сказки. Хотя, для многих спокойников его таланта это вопрос склонности. Несмотря на уговоры Дизель Герески, Стэна Гретт, Великоннице, Беккер не решался вернуться на большую сцену вплоть до 1973 года. Но он все же сделал несколько замесей. А в начале 1970-х было хуже для джаза, поэтому с работой и грязью все было очень-очень плохо. После возвращения он, практически, сразу уехал в Европу, где оставался вплоть до конца своей жизни. Возвращались в США лишь время от времени для некоторых концертов. В его плечах, наконец-то, кроме ременья пришел в себя. Водолевым европейским поклонникам у него всегда были работа, а также дети на наркотике. Он написал множество потрясающих альбомов, привлекая ярких европейских музыкантов, гастолируя с друзьями. Например, с теном Гэдсом, с которого у него получились великолепные лаймы, и Аксен Кастелло. Субтитры создавал DimaTorzok и Аксен Кастелло. Субтитры создавал DimaTorzok «Которые поклонники Чета называют одним из лучших его карьер. В 1986 году тот же Кастелло в камерной обстановке взял у Чета Беккера интервью, где Чета рассказал эту историю своей жизни. Они не обошли стороной и русскую тему наркотиков. Европейская пресса середины 80-х по своей силе с самого концерта Чета Беккера с акцией психотерапии, отмечая, что и люди приходили в его вступление, потому что не хотели оставаться самими городами за своим людьми». «Ночью 12 мая 1988 года Чет Беккер выбросился из окна номера «Госининцева» в Мстердаре. Не знаю наверняка, было ли это сын убийства, или же все-таки несчастный случай, но на его теле и в номере были найдены героины Кокаина». «Признаться мне, всегда больно смотреть на его фотографии, на те, которые были сделаны в 1950-е и спустя 30 лет. Я вижу, как изменилось его лицо, кожа, как он осунулся и даже высох. Единственное, что осталось неизменным – это взгляд. В нем вы можете прочесть столько же вдохновения и красоты с тем же грустью и одиночеством, как и на самых первых фотографиях. Когда я смотрю в эти глаза, то, даже зная его непростой характер, лежит перед собой практически ангел, который волею судьбы оказался запят в человеческом теле в неидеальном мире, в несовершенном мире. Его отмакали на землю, а вот как жить и справился с собственным талантом, не объяснили. Последние свои записи «Одинокий мастер грусти» поэт «Одинокий мастер грусти» поэт «Одинокий мастер грусти» поэт «Одинокий мастера, принадлежит Маши». «Одинокий мастер группы» овался. «Одинокий мастер грусти» поэт «Одинокий мастер, принадлежит мастер» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Впоследствии кул джаз, как жанр, выцепил множественные изменения, он постоянно эволюционировал. И, например, появилось такое направление джазовой академической музыки под названием «Third Stream» или «Третье течение». Под первым течением имеется в виду классика, под вторым джаз, под третьим – нечто между ними. И джазовые академические композиторы стали экспериментировать с крупными формами, использованием элементов джаза в симфронических произведениях. Делали это как за рубежом Соединенных Штатов. Очень многие делали это и в России. Например, у Шостаковича есть джазовая свита из трех частей. Если будет желание, посмотрите, поищите это достаточно. Потому что это щита, при этом это джаз. И написал он ее буквально через два-три года после смерти Ильича Миссарионовича в 56-м или 57-м году. То есть это было вообще для Советского Союза что-то совершенно удивительное и нереальное. И когда нужно, композитор говорил, ну это же как иллюмическая музыка, причем сейчас. А когда надо было по-другому, то и в подполье говорили, а это джаз. В 56-м году музыкальный теоретик Джордж Рассел пишет свой фундаментальный пункт «Лидийская концепция тональной организации для бирюзовой гитары». В общем, это невероятно сложная штука, но главное, он нашел способ, описал способ модуляции, то есть перехода из одного лада в другой лада. Что это такое, рассказали нам как двухчасового концерта, я даже не буду пытаться, важно, что, можно сказать, очень упрощенно, что в джазовой музыке стали использоваться элементы этники, то есть этнической музыки. И на основе кул джаза, на основе прохладного, джаза West Coast, в 59-м году Маус Дэвис выпускает новый альбом под названием «Kind of Brew». И это культовая пластинка, ставшая самой важной, по мнению музыкальных критиков, для истории джаза. В качестве основы, фундамента, несомненно, там выступает хул джаз, хотя это более современная по тем временам музыка, которая уже относится к направлению модального джаза или ладового джаза. И одну из композиций, да, кстати, в альбоме приняли участие Джон Колтрей, Кеннапл Эдерли, Уильтон Кейнли, Билл Эвертс, Пол Чайберс, Джим Копп, многие-многие другие, и нам бы хотелось сыграть одну из композиций из этого культового альбома, который называется «So what?» или, если перевести дословно, «И что?» как вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 O Продолжение следует... 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 Продолжение следует...